всем огромный привет добро пожаловать на мой канал я очень рада вас приветствовать у себя в гостях на очередном недельном обзоре из магазина секонд-хенд немножко сбился график но буду приходить к старому графику поэтому на этой неделе я постараюсь выпустить два видео сегодня и в пятницу и далее видео буду ходить по пятницам как обычно потому что все же привыкли многие пишут почему нет видео в пятницу мы настроились ну вот простите меня пожалуйста прогуляла я одно одну неделю поэтому сейчас сложно встать в привычный график мы с вами в магазине british mix мне досталась сумка all saints очень люблю этот бренд эта сумка такая мешок большая сейчас объемные гиперобъемные прям гигантские сумки очень актуальны и также микро сумочки тоже актуальны поэтому эту сумку я с удовольствием купила тем более что у него приятный такой талповый оттенок я все адреса магазинов подпишу под видео в описании также все цены за килограмм а там где фиксированная цена вы видите на экране в этот день было 30 процентов скидки мне понравился жилет но у него сбит мех и также мне понравилась эта рубашка похоже что она абсолютно новая истежка приятная единственная вот эта вот клетка на камеру не кажется она слишком выгоревший а в жизни создается такое впечатление как будто слишком застирали эту вещь уже хотя есть бирочка и похоже что она новая но я не стала брать именно из-за визуального такого эффекта давайте пройдемся по обуви повторюсь 30 процентов скидки большинство обуви в секонд-хенде попадается в грязи но не стоит этого бояться если обувь качественная после очистки все отойдет конечно хочется видеть новую обувь но не всегда это получается нужно видеть перспективу даже вот в такой вот грязнючие обуви мне в этот раз ничего конкретно не понравилось хотя было несколько пар интересные обуви например ты типу мы хотела купить сыну потому что они из натуральной кожи и это интересная такая модель пума и на вот эти еще обратила внимание это кожаные тоже пума здесь замшевые участки нуждаются в чистке а в остальном есть перспектива состояние неплохое на коже царапин нет это просто грязь и вы правильно заметили что в этом магазине слишком высокие цены на обувь и сумки там 2000 гривен в прошлом видео вам показывал да иногда такое встречается но вот я откладываю некоторые сумки и думаю что я за ними вернусь и иногда даже получается возвращаться и сумки могут довисеть до каких-то скидок поэтому и смысл заглядывать смотреть мониторить да сейчас цены везде поднялись вот эти майкл корс если вам попадутся в хорошем состоянии обратите на них внимание они не образуют заломов там где обычно образуются и они практически не убиваем они кожаные мне очень нравится именно вот эта модель у меня такие есть но этим слишком заношенные также просите показывать всегда ароматы если что-то интересное попадается вот такой вот майкл корс как правило ароматы начатые но часто довольно встречаю и запечатанные флаконы и особенно после праздников даже целыми наборами недавно мне встретилась корзина и к сожалению не сняла где-то наверно 10 килограммов всяких средств по уходу за телом средства для душа и это все в одну большую корзину собрано но очень много впервые вижу такой большой громадный буквально набор также вот такой холодильник для масок мне когда-то такой прислали на обзор обычно это пиар рассылка приходит холодильник вместе с масками нужная вещь если у вас много запасов и негде хранить и обычный бытовой холодильник для этого не подходит здесь все продумано хорошая такая вещица но проверить не удалось потому что нужен преобразователь или переходник в общем который преобразовывает под 220 а к этому холодильнику ничего больше в комплекте не шло также просите снимать посуду которая привлекла мое внимание впервые вижу вот такой сервант для яиц меня очень впечатлил на 12 яиц это тоже узконаправленная тема для кулинарных блогеров в кадре и если привести в порядок будет смотреться очень интересно и забавно необычно всегда в кадре должны быть красивые какие-то аксессуары здесь тот самый случай в остальном это абсолютно бесполезная на мой взгляд вещь также вот такая сумка в автомобиль для собак тоже интересная ну и давайте по сумкам в этот раз мне попалась просто изумительная сумка отличного качества я конечно не удержалась и купила не стала ждать никаких скидок потому что ее заберут так или иначе ну сразу бы наверное забрали после меня сумка из натуральной кожи с такой красивой выделкой под крокодила очень интересную не оттенок коньячный красивый благородный цвет и сама форма сумки мне нравится в стиле рмс состояние новой конечно я ее купила еще я купила вот эту сумку она странной формы и я даже не знаю как вам ее показать но сейчас все странные сумки в тренде эта сумка точно не останется незамеченной это акцент однозначно она кожаная мне кажется винтажная это курт гейгер сделана она виталий тактильно очень приятная кожа и состояние у него хорошее поэтому я решила брать ремешок не регулируется по длине позволяет носить ее как на плече так и через плечо тоже берем очень приятная кожа не шужит не скрипит и мягенькая такая не пересушенная на люксе висел такой пуловер найки мужской стопроцентной шерсти и несмотря на то что зима уже закончилась и казалось бы надо уже подбирать весенние летние вещи все равно его купила потому что когда следующий зимой буду его искать о мне не попадется а он хорошего качества и в хорошем состоянии еще вот такая сумка это майкл корс сумка золотая это кожа софья на очень люблю эту кожу потому что она практически не убиваемая плотная хорошо носится они образуются на ней царапины и она действительно долговечная но здесь ее чем-то залили по всей видимости потому что у нее таки образовались пятна разводы может быть дело в покрытии и я не перекрашиваю такие вещи но вам советую обращать внимание именно на кожу софи она если хотите инвестировать в свои сумки в свой гардероб обращайте внимание на эту кожу вам не придется больше с ней ничего делать перебираемся с вами в мир день завоза вот это платье подделка вот да то михель фигер тоже подделывают хотя казалось бы зачем но такое тоже бывает и этот завоз был ужасен я ничего не купила для магазина купила только для пандоры просто потому что глазу не за что было зацепиться вообще такое со мной впервые вот это платье показалось мне интересным новым я хотела его купить но обнаружила дырочку на нем это вышивка и решилие платье на первый взгляд казалось идеальным но хорошо что я его начала пристально рассматривать пандоре я купила вот эту шкурку это натуральная овчина очень пушистая мягкая мягкая никаких проплешин нет она мне очень понравилось чищу я такие вещи пар очистителем просто паром сильно даю и думаю этого достаточно не хочу химию использовать потому что это для собаки забегая вперед скажу что она ее не оценила также просите снимать текстиль который попадается мне в этот раз понравился комплект то из вот такой скатерти с вышивкой из такие елочки очень нежно выполнена это из магазина хемтекс и такие же салфетки были а еще я заглянула british mix и купила вот эту сумку она была без ручек то есть без длинного ремешка сумка абсолютно новая буду подбирать к ней ремешок не знаю обычно такие сумки у меня по полгода лежат пока я к ним не подберу подходящий ремешок надеюсь в этот раз будет быстрее сумка без подкладки она мягкой формы и не маленькая довольно вместительная с таким красивым тиснением также вот такую сумку я купила на из зернистой кожи хорошо держит форму ее нужно только почистить тоже мне понравилось спрашиваете сколько времени занимает чистка сумки каждый раз по-разному конечно все зависит от состояния в каком состоянии я ее покупаю здесь видно по углам сегодня замечательно она просто грязная отмыть ее ну там буквально наверное полчаса постирать подкладку ну и сутки и намазюкать ее всем необходимым но около двух дней у меня занимает одна сумка эту сумку я тоже купила это мадалу из натуральной кожи она уже уехала к своей новой хозяйке здесь очень хорошая красивая качественная фурнитура у меня есть несколько видео на канале где показываю как я их чищу привожу в порядок довожу до ума и даже если сумки со значительными потертостями все равно с ними можно справиться можно их обновить не могу сказать отреставрировать то что я не реставратор я просто их обновляю мне нравится конечный результат на некоторые сумки может уйти много времени даже около месяца наверное еще вот такая сумка сейчас все что связано с бахромой очень актуально и эту сумку я решила тоже купить есть несколько пятнышек думаю я с ними справлюсь в остальном замша в хорошем состоянии не зализанная не без потертостей и цвет у нее очень очень приятный у спокойный талповый оттенок но за счет бахромы она такая игривая это next день завоза но не первые часы где-то после обеда я заглядывала и вот какие сумки меня дождались также я купила вот эту юбку мне понравилась ее фактура пытаюсь передать свет но не получается цветопередача конечно неправильная такие юбки это юбка карандаш мне нравится тем что есть резиночки по бокам это масс-маркет привлекла ее такая растительная фактура люблю такие вещи также я купила юбку на запах она максим уже на примерке вам покажу она хлопковая не просвечивается мне здесь понравился принт он асимметричный и интересно мне кажется будет выглядеть и самое большое разочарование точнее я в себе разочарована я не купила эту сумку тэдбэйк она мне очень понравилась но я почему-то подумала что я за ней вернуть когда будут какие-то скидки и что вы думаете я ночь не спала и пришла все равно за ней а ее уже не было даже не удивительно потому что сумка кожаная в состоянии новой вещи она среднего размера есть и короткая ручка и длинный ремешок в общем она просто идеально для меня ну вот туплю еще в планах было вернуться также и за этой сумкой от марк джейкобс она тоже кожаная и она тоже не дождалась меня единственное что утешает знаете я почему-то верю что ее их вот обе сумки купили кто-то из моих зрительниц поэтому мне даже не жалко а вот этот платок сен лоран я купила он шелковый есть небольшое пятнышко но его практически незаметно нашла его на разных сайтах ресейла цена около 85 долларов а в этом магазине 250 гривен магазин хумана тоже заглядывала мне приглянулась такая рубашка от макс марой стопроцентного льна новая она висела на эксклюзиве и вот с ней я точно не стала ждать я купила цена и было 750 гривен новая повторюсь качество отменное как и все от максмара яркий сочный вкусный мандарин макс марой это а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok